В четверг, 10 августа, церковь молитвенно воспоминает Смоленскую икону Божьей Матери. Предание церкви говорит, что образ был написан святым апостолом Лукой. Первоначально святыня пребывала в Иерусалиме, но позднее была перенесена в Константинополь. Изначально она называлась Адигитрией, то есть путеводительницей. По одной из версий, свое название икона получила тогда, когда Пресвятая Богородица явилась в Константинополе двум слепым и повелела им идти в свой храм. Придя туда, они сразу же исцелились. По иной версии, Адигитрии икону назвали потому, что она сопровождала византийских императоров в их боевых походах. Существуют и другие версии происхождения этого названия. На Русь икона попала вместе с царевной Анной, дочерью греческого императора, женой Всеволода Ярославича. Ее сын Владимир Мономах перенес образ в Смоленскую соборную церковь. С этого момента икона и получила наименование Смоленской. В 1237 году, когда на Русь пришли полчища татаро-монголов во главе с ханом Батея, икона явила себя как чудотворная. Когда отряды хана Батея подошли к Смоленску, по молитвам жителей перед образом смоленской иконы Божией Матери произошло чудо. Объятые ужасом от явления им самой Богородицы, войска татаро-монголов отступили от города. Следующие значимые события, связанные со Смоленской иконой Божией Матери, произошли уже в начале XIX века. Во время Отечественной войны 1812 года икона была доставлена в Москву. По дошедшим до нас сведениям, в сам день Бородинского сражения образ с крестным ходом был обнесен вокруг столицы. Когда войска Наполеона были изгнаны, икона была возвращена в Смоленск, где и пребывала вплоть до 1941 года. Во время Великой Отечественной войны следы древнего образа теряются. Не исключено, что чудотворная икона разделила участь многих православных святынь, которые в те годы массово вывозились немцами из Советского Союза. Часть из них пропала бесследно, а часть попала в различные частные коллекции. Так или иначе, но память о Смоленской иконе Божией Матери, а также чудотворные списки, прославляются православными христианами во всем мире.